Он не квадратный, он извилистый, как мы. Не верьте ей, она врет. Территория спорта день за днем представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня, стоит на коньках раз в три года, но не прочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале, по шести критериям. Первый – транспортная доступность. Второй – качество арендуемых коньков. Третий – качество льда. Четвертый – загруженность катка. Пятый – дополнительные услуги. И шестой – внешний вид катка. Всем привет! Сегодня мы приехали в Охтопарк, чтобы покататься на лесном катке. Кстати, всех с Новым годом! Несмотря на то, что у нас на дворе середина марта и плюс 7 градусов, у нас с Аней все равно новогоднее зимнее настроение. А что поделать? У нас же соответствующий антураж. Поэтому с Новым годом, не знаю, когда вы это смотрите, но в любом случае... Праздником! Мы уже дошли до проката коньков. Ветер сносит нас с ног. Сегодня, кстати, в городе штормовое предупреждение. Но нас ничто не остановит, собственно, как и всегда. Предлагаем оценить транспортную доступность катка в Охтопарке. Ань, я думаю, мы поставим по этому критерию 4 балла. Согласна? Ну, думаю, да. Нет, конечно, от елки до входа идти всего 15 секунд. За это можно и 5 поставить. Но мы-то ехали со станции метро Парнас, и нам пришлось это делать на такси. И заняло у нас это примерно 20 минут. Если же ехать на общественном транспорте, то вы будете добираться около часа. Многовато. Да, поэтому 4 даже с минусом. Но в целом, в целом, не так уж и плохо. Но хочу отметить, что на этот каток многие люди приезжают на своих автомобилях. И здесь от города это делать достаточно комфортно. Вот опять-таки повторюсь, что мы ехали примерно 20 минут. Но все-таки, если вы пешеходы такие же, как и мы... И без машин. И без машин. То ехать не очень комфортно, так что 4 балла. Вау, какая огромная раздевалка, уютная. И здесь тепло, в отличие от улицы. Смотри, сегодня у тебя не коньки принцессы. Зато я сама принцесса. А размер ноги все еще 45. Не верьте ей, она врет. Аня, первый раз в наших выпусках мы надеваем коньки с таким потрясающим видом. Да, не зря, как говорится, приехали. Лесная сказка. За моей спиной работают две заливочные машины и заливают лед. Зачем это делать, если сегодня на улице дождь? Вот лужи-то наши любимые. Идем покупаться. Давайте оценим качество арендуемых коньков. Сразу отмечу, что они фирмы Граф. В этом бренде катаются даже профессиональные спортсмены. Коньки очень хорошо поточены. Они не сломанные, в отличие от тех, на которых мы катались в предыдущих выпусках. И Аня отметила такую фишку этих коньков. У них немножко расширенный нос. А это значит, что в них может влезть нога любого человека. Конечно, ставим им оценку в 5 баллов. Водные аттракционы! Давайте оценим качество льда. Сегодня сделать это не так просто, потому что плюсовая температура, и, соответственно, он покрыт водой. Но, несмотря на это, он довольно хороший. Но еще одна небольшая особенность, так как это лесной каток, поэтому иногда вы можете встречать на льду шишечки, иголочки. Но в целом они не мешают. Поэтому, я думаю, мы с чистой душой поставим этому аспекту 5 баллов. Уи-и-и! Я чайка! И это первый раз, когда мы катаемся прямо с заливочной машиной. До этого все время людей выгоняли, а тут смотрите, какой экзотик! Оценивая красоту катка в Охтопарке, скажу одно слово. Он потрясающий. Здесь очень красиво. На территории катка есть все. И колесо обозрения, и детские карусели, и скамеечки, и елочки. А если вы придете на каток поздно вечером, то здесь еще вас встретит огромное количество огоньков. Кстати, каток ведь не зря называется лесным. На территории всего Охтопарка огромное количество деревьев и елок. Такое впечатление, что вы попали в сказку и катаетесь в волшебной атмосфере. Конечно, ставим красоте катка 5 баллов. Давайте оценим дополнительные услуги. Как видите, на катке есть помощники-фигуристы. И причем их довольно много разных размеров. То есть, которые подойдут и детям, и взрослым. Помимо этого, здесь есть по периметру лавочки. Вы можете в любой момент, как говорится, даже прилечь. Это супер, по-моему. А еще на территории катка есть небольшой фудкорт. Там вы можете, как говорится, купить и вкусненькое, и тепленькое. В общем, усладить свою душу. Помимо этого, катаясь на катке, вы можете случайно набрести на животных. Естественно, они в вольере, но тем не менее, это прекрасно. Мы видели супер-пупер милых альпак. Слушайте, ну даже если бы только были эти альпаки, я бы уже поставила 150 баллов. Ну а раз уж они и еще дополнительные услуги, мы поставим 200 баллов. Ну так как у нас таких критериев нет, но, естественно, 5. С большим, таким жирнющим плюсом. Ань, ты заметила, какой необычной формы этот каток? Да, и хочу отметить, что мы на таком катке еще не катались. То есть, с такой трансфигурацией. Он не круглый, он не квадратный, он извилистый. Как и мы. Такая форма катка позволяет людям распределяться по всей его территории и не сталкиваться. Поэтому нашему критерию трафик мы поставим 5 баллов. Я не поняла. А что ты здесь делаешь? Син, ты Михайлову тренирую. Мы неожиданно встретили на катке нашего коллегу Алексея Михайлова. А, неожиданно, с петличкой. Потому что у каждого уважающегося журналиста должна быть под рукой петличка и пауэрбанк. Леш, ну раз уж ты здесь, предлагаю тебе поучаствовать в нашей тренировке. Наконец-то не только я одна буду в этом участвовать. Ну, я думаю, что давно пора показать свои финты. И выбора у тебя нет, дорогой. Ну. Тогда что? У меня сегодня целых два ученика. Аня и Леша. Поехали. Ученики, ко мне. Слушаем тренера внимательно. Леша, особенно это касается тебя. Ты у нас новичок. Итак, сегодня мы будем учить очень интересный элемент, который, кстати, Аня в прошлом выпуске уже исполнила. Случайно. Мы будем делать саночки и саночек будем выпрыгивать наверх. А фонарики будут? Нет, сегодня без фонариков. Это мой фирменный элемент. Это то, ради чего я сюда пришел сегодня. Делаем саночки под прыжку и опять садимся в саночки. Саночки, попрычка. Йоу. Ну что, народ, погнали. Получается с трудом, конечно, да. Так. Нет, попытка номер два. Не, реально сложно именно развернуться на скорости. Леша, тебе помочь может как-то не получается? Слушай, я думаю, что от помощи я не откажусь. Давай ручку. Давай. Поехали вместе. Садись, садись, не бойся. Вот, а дальше прыгай. Хопа. Опа. Феноменально. Стрену. Прыгнул и выжил. Финты механула. Левый, молодцы. Браво, браво. Браво, белиссимо. Перфето. Браво. Снимаю. Очень необычный сегодня у нас получился выпуск в связи с феноменальной погодой в Санкт-Петербурге. И появлением Алексея Михайлова. Собственно, мы снимаем наш финальный стендап здесь, потому что именно сюда уезжает заливочная машина. Ну что, какую финальную оценку мы ставим? Ну, конечно, пятерка. О другой оценке даже не может идти речи. Кстати, Ань, давай на следующий год приедем сюда в преддверии новогодних праздников. Представляешь, как красиво будет? Да, я думаю, наши любимые огонечки тут все заполонят. И мы опять, как говорится, в припаске будем. Огонечки, снег будет точно лучше, чем было нам сегодня. Хотя сегодня нам было тоже как хорошо. Подписывайтесь на наш канал «Спорт день за днем». Ставьте лайки, пишите свои хорошие комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok